Легенда о сонной лощине Из бумаг покойного Дитриха Никербокера Страною грез Дремотных это было Плывущий мимо полусонных глаз Воздушным замком облако, Что всплыло, Чтоб в летнем небе утонуть от час. Джеймс Томпсон, замок Ленин. В глубине одной из тех просторных бухт, К которым изрезан восточный берег Дудзона, Там, где река раздается вширь, Старину этот разлив был окрещен Голландскими мореплавателями Таппанзея. Причем здесь они всегда предусмотрительно убирали часть парусов И молились святому Николаю о заступничестве и покровительстве. Лежит небольшой торговый поселок, Или вернее сельская пристань, Именуемая при случае Гринсбургом, Хотя точное и общеупотребительное название ее Тарри Таун. Нам рассказывали, что она была так прозвана Воднионы, почтенными кумушками здешней округи, Отметившими таким образом застарелую склонность их супругов Вечно торчать в базарные дни в деревенском трактире. Как бы то ни было, не ручаясь за достоверность этого объяснения, Я привожу его здесь потому, что стремлюсь к точности и обстоятельности. Неподалеку от деревни, в каких-нибудь двух-трех милях, Находится небольшая долина, Или вернее лощина, Окруженная цепью высоких холмов, И являющаяся одним из самых безмятежных и мирных уголков на всем свете. По ее дну скользит ручеек, Боют ищий и навевающий дрему. По временам раздающийся свист перепела, Да тук-тук зеленого дятла, Вот единственные звуки, нарушающие ее неизменную тишину. Вспоминаю, что в дни юности, Как раз здесь, в Ореховой роще, Покрывающей один из склонов холощины, Я застрелил свою первую белку. Я бродил среди высоких, могучих деревьев. Дело было в послеполуденный час, Когда природа особенно тиха и спокойна. Так что меня испугал громкий выстрел моего ружья, Прервавший торжественные безмолнии, И к тому же продленный и повторенный сердитым эхом. Если я затаскую когда-нибудь об убежище, В котором я мог бы укрыться от житейской суеты, И прогрезить в тиши остаток своих беспокойных дней, То мне не найти уголка более благословенного, Чем эта маленькая лощина. Благодаря своей безмятежности и тишине, А также некоторым особенностям в характере обитателей, Кстати сказать, потомков первых голландских переселенцев, Этот уединенный дол издавна именуемый сонной лощиной, А местных парней величает в окресте не иначе, Как сонно-лощинскими. Кажется, будто над этой землей Питают какие-то клонящие ко сну, Дремортные чары, Которым насыщен тут самый воздух. Иные толкуют, что долина была околдована В первые дни поселения Одним высокоученым немецким доктором, Так как другие настаивают, Что еще до открытия этого края Мастером Хендриком Гудзоном Здесь устраивал Шаваши Престарелый индийский вождь, Прорицатель и колдун своего племени. Несомненно, однако, Что это место и поныне продолжает пребывать Под каким-то заклятием, Заворвавшим умы его обитателей, Живущих по этой причине в мире Непрерывных грез наяву. Они обожают всяческие поверья, Подвержены экстатическим состояниям И видениям. Перед ними зачастую витают Необычайные призраки. Они слышат какую-то музыку И голоса. Вся округа изобилуют местными сказаниями, Нечистыми местами, Темными суевериями. Над лощиной чаще, чем где-либо, Полыхают огненные метеоры И падающие звезды. Водится здесь, как кажется, И ночной кошмар Со всем своим мерзким отродьем. Главный дух Из числа посещающих Этот зачарованный уголок, Он же, по-видимому, И он, командующий Всего сонма воздушных сил, Некий всадник без головы. Говорят, будто это тень Одного гессинского кавалериста, Которому в какой-то безыменной битве Революционной войны Пучное ядро оторвало голову, И который время от времени Словно на крыльях ветра Проносится в ночном мраке Перед местными жителями. Его видят, впрочем, Не только в долине, Но порою и на окрестных дорогах, В особенности около, Расположенные невдалеке церкви. Действительно, Один из наиболее достойных Доверий историков этого края, Он со всей возможной тщательностью Собрал и слечил, Сбив четыре рассказы О призрачном всаднике, Утверждает, Что тело кавалериста Погребено внутри церковной ограды, А дух его рыщет ночами По полю сражения В поисках оторванной головы. Так что быстрота, С которой он, Подобно порыву ночного вихря, Мчится под час вдоль сонной лощины, Вызвана его опозданием И необходимостью Возвратиться в ограду до первого света. Но таково в общих чертах Содержание суеверной легенды, Послужившей основой Для множества странных историй, Распространенных в этом царстве теней. Что же касается призрака, То он известен у всех камельков округи, Как всадник без головы И сонной лощины. Примечательно, что склонность К скверхестественному, О которой я упоминал выше, Свойственна не только уроженцам долины. Она неприметным образом Захватывает всякого, Кто проживет в ней известное время. Как бы трезв и рассудителен, До переселения в эту Гремотной местность не был пришелец, Можно не сомневаться, Что в скором времени Он тоже подпадет Влиянию чар, Носящихся в воздухе, И станет великим мечтателем, Будет подвержен видениям и грезам. Я упоминаю об этом Тихем и взмятежном уголке Со всяческой похвальбой. В этих маленьких, забытых Голландских долинах, Разбросанных по обширному штату Нью-Йорк, Ни население, Ни нравы, Ни обычаи, Не претерпевают Никаких изменений. Великий поток переселений И прогресса, Непрерывно меняющий Облик других областей Нашей беспокойной страны, Проходят здесь Совсем незамеченным. Долины эти Подобны крошечным заводям У берегов бурных ручьев, Заводям, где можно видеть Как соломинка Или пузырек воздуха, Стоят себе мирно на якоре Или медленно кружатся В игрушечной бухточке, Незадеваемые порывом Проносящиеся мимо течения. И хотя с тех пор, Как я бродил среди Гремотных теней Сонной лощины Миновало немало лет, Я все еще спрашиваю себя, Не произрастают ли в ее Богоспасаемом лоне Все те же деревья И те же семьи. В этом затерянном уголке В отдаленный период Истории Штатов, Иначе говоря, Лет 30 назад Проживал весьма достойный Молодой человек По имени Икабот Крейн, Который поселился, Или, как он имел Обыкновение выражаться, Задержался В сонной лощине В целях обучения Окрестных детей. Он происходил Из Коннектикута, Штата, Который снабжал Всю федерацию Пионерами не только В обычном смысле Этого слова, Но и такими, Что вспахивают мозги, Ежегодно шлет За свои пределы Легионы корчующих В граничные леса Колонистов И сельских учителей. Фамилия Крейн Довольно удачно Подходила к его наружности. Это был высокий, До крайности тощий И узкоплечий парень С большими руками И ногами. Кисти рук Вылезали у него На целую милю Из рукавов. Ступни легко Могли бы сойти За лопаты. Да и вся фигура Его была На редкость Нескладной. Он был Обладателем Крошечной, Приплюснутой У макушки головки, Огромных ушей, Больших, Зеленых, Как бы Стеклянных Глаз, Длинного, Как у кулика, Носа. Не дать не взять Флюгер В образе Петушка, Красующийся На спице И указывающий Направление Ветра. Когда в ветреный День, В раздувающийся, Как парус Одежды, Он крупными Шагами спускался По склону Холма, Его можно Было Принять За сходящего На землю Гения голода Или пугала, Сбежавший Из кукурузного Поля. Его школа Представляла Собою Низкое, Сложенное Из бревен Здание, Состоящее Из единственной Большой Горницы. Окна Ее были Частью Застеклены, Частью Заклеены Листами Старых Тетрадок. В часы, Когда не было Занятий, Школа Охранялась При помощи Прикрученного К дверной Крута И подпирающих Оконные ставни Кольев. Так что Вора, Которому Было Очень Легко Проникнуть В нее, Ожидали При выходе Некоторые Препятствия. Вполне Возможно, Что идея Этого Хитроумного Приспособления Была Внушена Строителю Школы Иосту Ван Гуттону Таинственным Устройством Снасти Для ловли Угрей. Школьный Дом Был Расположен В глухом, Но живописном Месте. Он Стоял У подножия Порошего Лесом Холма. Поблизости Протекал Ручеек. И тут же Росла Устрашающего Вида Береза. В знойный Летний День, Когда, Кажется, Засыпает Сам Петух, Из школы Наносился Приглушенный Гул. Ученики Икобода Зубрили Уроки, Напоминающий Жужжание Пчел И прерываемый Время От времени Властным Огрыгом Бдитного Наставника То было Приказание Или угроза, А при случае Жутким Леденящим Кровь Свистом Березовых Прутьев, Подгонявших Какого-нибудь Бездельника, Замешкавшегося На усыпанной Розами Стизе Знания. Необходимо Отметить, Что наш Педагог Был человек Добросовестный И постоянно Хранил в памяти Драгоценное Правило Кто Жалеет Розгу, Тот Портит Ребенка. Ученики Икобода Крейна, Им испорчены Не были. Но тем не менее Я отнюдь не считаю, Что он Принадлежал К числу Тех Жесокосердных Школьных Владык, Которые находят Удовольствие В истязании Подданных. Напротив, Он отправлял Правосудие, Вникнув в Существо Дело, А не с плеча. Например, Он освобождал От наказания Зады Щедущных И прикладывал Его на ту же Часть тела Физически Сильных Учеников. Он миловал Щуплого, Несчастного Мальчика, Вздрагивавшего При малейшем Взмахе лозы. Но справедливость При этом Ничуть не страдала. Она вознаграждалась Двойною Порции розок, Всыпанных Какому-нибудь Коренастому, Крепкому, Упрямому И надоедливому Пострелу, Который Под лозой Хмурился, Пыжился И становился Все упрямее И угрюмее. Он называл это Исполнить Свой долг Перед родителями И никогда Не налагал Наказание Без весьма Утешительного Для наказуемого Заверения, Что тот Будет помнить И благодарить Его до конца Своих дней. Впрочем, По окончании Школьных занятий Икабот Становился Другом И приятелем Старших мальчиков И делил их Забавы И игры. А в праздничные Дни Провожал домой Малышей, Особенно тех, Кому Выпало счастье Иметь Миловидных Сестер Или Славившихся Своей хозяйственностью Мамаш, Относительно которых Было известно, Что полки у них Битком Набиты Всякими Явствами. И в самом деле Ему приходилось Поддерживать Доброе отношение С учениками. Доход От школы Был настолько Ничтожен, Что его Едва хватило бы На хлеб Насущный, Ибо Икабот Отличался Отменным аппетитом, И, несмотря на Худобу, Обладал Не меньшей, Чем Анаконда Способностью Увеличиваться В объеме. Впрочем, Чтобы поддержать Себя, Он столовался И обитал В соответствии С местным Обычаем У тех Фермеров, Дети которых У него Обучались. Прожив В каком-нибудь Доме Неделю, Он переселялся Затем в другой, Таская С собою Все свое Достояние, Умещавшееся В одном Бумажном Плотке, И обходил Таким образом Всю округу. Но дабы Все это Не было Слишком тяжелым Налогом Для кошельков Его хозяев Крестьян Склонных Рассматривать Расход На содержание Школы Как непосильное Для себя Бремя, А учителя Как лентяя И трутня, Он прибегал К различным Уловкам И вешим Целью Показать, Что он В такой же Мере Полезен, Как и Приятен. При случае Он помогал Фермерам По хозяйству. Ходил с ними На сенокос, Чинил Изгороди, Водил на водопой Лошадей, Прогонял Коров С пастбища И пилил Дрова Для зимнего Камелька. Он забывал В этих случаях О непогрешимом Авторитете И об абсолютной Власти, Которым Пользовался В своем Маленьком Государстве Себя в школе И превращался В олицетворение Любезности И обходительности. Лаская Ребятишек И особенно Младших, Он умел Снискать Благосклонность В сердцах Матерей. И подобно Свирепому Льву Во время Оно Баюкающему Ягненка Часы напролет Просиживал С каким-нибудь Малышом На колени, Мерно Раскачивая Другой Ногою Колыбельку. При всех Своих Прочих Обязанностях Он был Также Регентом И клал В карман Немало Блестящих Серебряных Шиллингов, Обучая Местные Молодежи Пению Солмов. Он Присполнялся Гордости И тщеславия, Когда по Воскресным Дням Занимал Своё Место На Хорах В церкви. Впереди Группы Отборных Певцов. Стоя Здесь, Он считал Глубине Души, Что Пальма Первенства Пронадлежит Бесспорно Ему, А не Священнику. Его Громовый Голос Заглушал Голоса Всех Молящихся. И до сих пор В этой церкви Можно услышать Какие-то Странные Рулады И завывания. Да что В церкви. Их можно Услышать Даже Заполмили Отсюда По ту сторону Мельничного Пруда. Утверждают, Будто Они являются Прямыми Потомками Тех Самых Рулад И завывания, Которые Когда-то Издавал Икабот. Так, С помощью Маленьких Хитростей И уловок. Или, Как говорится, Всеми Правдами И неправдами Наш Достопочтенный Педагог Зарабатывал, Надо сказать, Недурно. И всем, Кто Не имеет Ни малейшего Представления Об усилиях, Требуемых Интеллектуальным Трудом, Казалось, Что ему В удел Досталась Поразительно Легкая И беззаботная Жизнь. Сельский Учитель Обычно Лицо Пользующееся Уважением И весом Среди Женской Половины Деревни. На него Смотрят, Вообще говоря, Как на Белоручку, Как на Человека В какой-то Мере Близкого К господам, И тонкого Во вращении, Чем грубые Деревенские Парни, И уступающего В учености Разве только Священнику. Его приход В дом Поэтому Способен Вызвать Некоторый Переполох За чайным Столом У фермера, Добавление Сверштатного Блюда В виде Какого-нибудь Кекса Или Сластей, Или При случае Даже появления На столе Серебряного Парадного Чайника. Нашему Ученому Мужу В силах Этих Причин Чрезвычайно Везло Также На улыбке Окрестных Девиц. А какая Картина Открылась Б нашему Взору, Если бы Нам удалось Взглянуть На него В перерывах Между двумя Воскресными Службами, Когда он Блистал В их Обществе На церковном Дворе. Он срывал Для них Грозди Дикого Винограда, Обвивавшего Стволы Растущих Вокруг Деревьев, Читал Все Без исключения Могильные Эпитафии И прогуливался Окруженный Их стайкой Вдоль берега Примыкающего К церковному Двору Мельничного Пруда, В то время Как Робкие И неуклюжие Деревенские Увольни Глупо Брели Позади, Лопаясь От досады И завидуя Его ловкости И развязности. Благодаря Полубродячему Образу Жизни, Он являлся К тому же Своеобразной Странствующей Газетой И переносил Из дома В дом Полные Короба Местных Сплетен Так что Его всегда Встречали Небазозвестного Удовольствия. Сверх этого Женщину Уважали В нем Человека Необыкновенной Начитанности Ибо он Прочитал От строки До строки Несколько Книг И знал На зубок Историю Колдовства В Новой Англии Каттона Мезера В непогрешимости Который Кстати сказать Верил Всею душой. В общем Он представлял С собой Причудливое Соединение Лукавства И простодушия. Его страсть К сверхъестественному И способность Переваривать Все эти Неудобоваримые Вещи Были воистину Поразительны. Причем Оба названных Свойства Укреплялись В нем По мере Пребывания В этой Зачарованной Местности. Для его Прожорливой Глотки Не существовало Ни слишком Грубой Ни слишком Нелепой Басни. Как часто И с каким Наслаждением Окончив После полудня Занятия В школе Растягивался Он На пышном Ложе Из клевера У берега Маленького Журчащего Школьного Здания Ручейка И предавался Здесь Изучению Старинных Полных Ужасов Повести Мезера Пока Наступившие Сумерки Не обволакивали Печатную Страницу Непроницаемой Сеткой Мглы И потом Когда он Направлялся Мимо Болот Ручья И жуткого Леса К дому Того фермера Где на этот раз Стоял на Постой Всякий Звук Всякий Голос Природы Раздававшийся В этот Заколдованный Час Смущал Его Разгоряченное Воображение Стон Козадоя Несущийся Со склона Холма Кваканье Древесной Лягушки Этой Предвестницы Ненастий Бурей Заунывные Крики Совы И внезапный Шорох Потревоженный В чаще Птиц И даже Светляки Которые Ярче всего Горят В наиболее Темных Местах Время От времени Когда на его По пути Внезапно Вспехивала Особенно Яркая Точка Доставляли Его Испуганно Останавливаться А если Какой-нибудь Бестолковый Жук Задевал Его В своем Несуразном Полете Бедняга Готов Был Испустить Дух От страха Считая Что он Отмечен Прикосновением Колдуна Единственное Средство Которое Он прибегал В таких Случаах То ли Чтобы Освободиться От мучительных Мыслей То ли Как над злой силой Состояло В распевании Псалмов И простодушные Обитатели Сонной Лощины Сидя Вечерами У порогов Дома Не раз Содрогались От страха Слушая Его Несуразные Мелодии Непрерывные И бесконечные Доносившиеся С далекого Холма Или со стороны Окутной Нимою Дороги Старым Источником Откуда он Черпал Свои Жуткие Наслаждения Были Долгие Зимние Вечера Уважал проводить Со старухами Голландками Они сидели У огня Пряли свою Вечную Пряжу В печи Лопались И шипели Яблоки А он Слушал их Росказни О духах Призраков Нечистых Полях Нечистых Мостах Нечистых Ручьях И в особенности О всаднике Без головы Или Как они Порой Вовеличали Скачущим Гессенце Из лощины И кабот Свою очередь Услаждал их Историями О колдовстве Зловещих Предзнаменованиях Дурных Приметах И таинственных Звуках Обо всем Чем в начале Заселения Кишмя Кишел Коннектикут И пугал их Почти до бесчувствия Рассказами О кометах Падающих Звездах И сообщением Безусловно Тревожного Факта Что земля Как доказано Вертится И что Половину суток Они проводят Вниз Головой Но если Уютно Промастившись У камелька Комната В таких случаях Озаряло Багровое пламя Потрескавших Кучи гидров И сюда Разумеется Не посмело Показать нос Ни один призрак И кабот Испытывал От всего этого Бесконечное Удовольствие То ли При последующем Возвращении К себе На квартиру Ему приходилось Расплачиваться Ленящему душу Страхами Какие только Жуткие тени И образы Не подстерегали Его среди Тусклого И призрачного Освещения В южной ночь С какой Тоскою Поглядывал он На мерцающий В далеком окне И скользящий Над пустынной Равниною Огонек Сколько раз Останавливался он Полумертый От страха Перед запорожным Снегом Кустом Который Точно Привидение В савани Преграждал Ему путь Сколько раз Леденел он От ужаса Заслышав На мерзлом Снегу Свои собственные Шаги И боясь Оглянуться назад Чтоб не обнаружить У себя спиной Какое-нибудь чудище Преследующее Его по пятам Сколько раз Наконец Порыв Звывающего Между деревьями Ветра Доводил его Почти до потери Сознания Ибо ему Чудилось Что там Чащийся Вовесопор Гесенец Который Как всегда В эту пору Рыщет В поисках Своей головы Все это были Впрочем Не более Как обыкновенные Порожденные Ночью страхи Фантомы Блуждающего Во тьме Воображения И хотя Во время этих Одиноких Ночных прогулок Ему пришлось Повидать Немало Различных Духов И даже Сталкиваться С самим Сатаною В его Несчислимых Обличиях Все же Дневной Свет Приносил Конец Всем Проделками Катрина Вантасель Единственная Дочь Богатого Голландского Фермера Это была Цветущая Свеженькая Девица Едва Восемнадцати Пухленькая Как куропатка Крепкая Нежная И розово Щелкая Как пирски Из сада Едца Она Пользовалась Вниманием Всех Молодых Людей Этих Мест Притом Не только Благодаря Своей Красоте Но также И несчислимым Благом Ожидавшим Ее Избранника Ко всему Она была Также Немножко Кокеткою Что Сказывалось В ее Наряде Предоставлявшим Собою Смешение Новомодного Со старинным Ибо это Позволяло Ей Выставлять На показ Все свои Чары Она Носила Украшения Из червонного Золота Вывезенные Из сардама Еще Ее Прапрабабкою Обольстительный Корсаж По моде Былых Времен И Соблазительно Короткую Юбку Оставлявшую Открытым Самые Стройные Ножки Во всей Округе Ибо Икобот Крын Обладал Нежным И влюбчим Сердцем Столь лакомый Кусочек Обрел Во глазах Неизъяснимую Привлекательность В особенности После того Как он посетил Ее разок-другой В родительском доме Старый Балт-Ван-Тассель Мог бы Служить Образцовым Портретом Проспевающего Довольного Собою Благодушного Фермера Его взгляды И мысли Правда Не слишком Часто Перелетали За ограду Его усадьбы Но зато В ее пределах Все было Уютно Благоустроено И добротно Он спокойно И удовлетворенно Взирал на свои богатства Но не был спесив Гордясь изобилием И достатком А не тем Что он богаче других Его замок Был расположен Поблизости От Гудзона В одном Из тех зеленых Укромных И плодородных Уголков В которых Так любят Гнездиться Голландские фермеры Огромный вяз Простирал Над домом Могучие ветви У его подножия В небольшом водоеме В старом бочонке Кипел И рвался наружу Студеный Родник С зубительно Мягкой И сладкой Водой Выливаясь Из этого водоема Он струился Поблескивая Среди травы И впадал Протекавший Неподалеку Ручеек Который Тихо журча Бежал Среди карликовых Ив И ольшанника Рядом с домом Стоял Просторный Амбар Он был выстроен Настолько добротно Что мог бы Сойти за сельскую церковь Каждое окно И каждое щель его Казалось Вот-вот Готовы Раздаться В стороны И излить наружу Нечислимые сокровища Фермы Внутри его От зари до зари Слышался Деловитый Стук Цепа Ласточки И стрижи Весело Щебеча Неутомимо Сновали Под навесом Крыши А бесчистные Голуби Некоторые Слонившись Набок И посматривая Одним глазом В небо Как бы Для того Чтобы выяснить Какая сегодня Погода Другие Спрятав голову Под крыло Или уткнув Ее в грудь Третьи Надуваясь Воркуя И кланяя Своим дадом Радовались На крыше Сиянию Солнца Гладкие Берегов Берегов Голуби Голуби Обильно Тянувшись На спинке Голуби Более того Его живая Фантазия Рисовала Ему Пышную Цветущую Окруженной Кучей Ребятишек Катрину Наверху Переселенческого Фургона Круженного Всяким Домашним Скарбом С горшками С горшками И котлами Покачивающимися И позвякивающими Внизу Колес И он Видел себя Верхом На трясущей Иноходью Кобыле С жеребенком Неоступно Следующим За ней По пятам На пути В Кентукки Теннесси Или Один бог знает куда Переступив Порог дома Он понял Что сердце его Покорено Окончательное И бесповоротно Это был один из тех Просторных Деревенских домов С высоко вздымающейся Но низко свисающей Кровлей Образец которой Унаследован От первых Голландских Переселенцев Карниз кровли Был низко опущен Образуя по фасаду Веранду Закрывавшуюся В случае Ненастной погоды Под навесом крыши Были размещены Цепы Упряж Различные Предметы Сельскохозяйственного Обихода И сети Которыми ловили рыбу Протекавшей Недалеко от дома Реке По краям веранды Были расставлены Скамьи Предназначенные Для летнего времени В одном Из ее концов Виднелась Большая прялка В другом Маслобойка Указывавшая На многообразие Применение Этой пристройки Обитателями фермы Отсюда Початки Свисающие Из старинного Приходилось Приходилось Сталкиваться С кем-либо Иным Кроме гигантов Волшебников Злобных Драконов И тому подобных Без труда Обуздываемых Противников А также Нужно было Пробиться Через какие-нибудь Пустячные Железные Или медные Двери Водомантовые Стены Чтобы проникнуть В одну из Замковых Башен Где томилась Дама Их сердце Все это Рыцарь Проделывал С такой же Легкостью С какой мы Добираемся До начинки Рождественного Пирога После чего Красавица Разумеется Отдавала ему Руку и сердце И Гободу Однако Предстояло Пробиться К сердцу Сельской Кокетки Огражденному Лабиринтом Прихоти И капризов Порождавших На его пути Все вновь И вновь Возникавшие Трудности И преграды Ему Предстояло Столкнуться С кучей Свирепых Соперников Бесчистных Деревенских Воздыхателей Наделенных Самой Настоящей Плотью И кровью Соперников Ревниво Охранявших Подступы К ее сердцу Настороженно И злобно Следивших Один за другим Но готовых Объединиться Ради общего Дела И совместными Усилиями Раздавить Нового Соискателя Среди них Наиболее Грозным Противником Был Дюжий Сумасшедший И буйный Молодой Человек По имени Абрагам Или Как принято Голландцев Бром Ван Брут Герой Здешних Мест Малого Подвигах И силе Которого Гремело В окрестностях Это был Широкоплечий Парень С короткими Курчавыми Волосами И грубоватым Хотя и Нелишенным Приятности Веселым Задорным И одновременно Дерзким Лицом По причине Геркулесовского Сложения И огромной Физической силы Он получил Прозвище Бронбонс И под этим именем Был известен Повсюду Он пользовался Славой Отличного Наездника И действительно Сидел в седле Как татарин Он неизменно Присутствовал На всех скачках И петушиных боях И благодаря Своей физической силе Которая В условиях Деревенской жизни Продает человеку Известный вес И влияние Постоянно Бывал Тритейским Судьей Во всех Спорах И ссорах Причем Сдвинув На беккейн шапку Выносил Решение Тоном Не допускающим Ни недовольства Ни возражений Он Пребывал Во всегдашней Готовности Учинить Драку Или Какую-нибудь Забавную выходку Хотя В существе Говоря В нем Было гораздо Больше задора Чем злобы При всей его Безграничной Грубости Основной Читой характера Брома Была Неудержимо Рвучаяся Наружу Молодая Проказливая Веселость Его Окружали Три Или Четыре Приятеля Которых Он Можно сказать Воспитал И которые Смотрели на него Как на свой Образец Во главе Их Он Разъезжал По окрестностям Присутствуя При каждой Ссоре И на каждом Веселом Сборище На несколько Миль В окружности В холодную погоду Его можно было узнать По меховой шапке Увенчанной Пышным Листьем Хвостом И когда Фермеры На сельских Сходах Замечали Где-нибудь В отдалении Этот хорошо Знакомый Всем головной Убор Среди кучки Отчаянных Всадников Они всегда Ожидали Неминуемой Бури Порою И у Ватага Проносилась Полночь Позади Фермерских Домов Давала о себе Знать Криком И гиканьем Напоминавшими Крики И гиканье Донских Казаков И старухи Внезапно Пробудившись От сна И прислушиваясь Пока все Не смолкнет Восклицали Ах да ведь Это Бром Бонс Со своей Ватагою Соседи Поглядывали На него Со страхом И вместе С тем С восхищением И любовью А когда Поблизости Случалась Какая-нибудь Сумасбродная Выходка Или изрядная Потасовка Они неизбенно Покачивали Головами И выражали Уверенность Что это Дело рук Брома Бонса Этот Озорной Герой С некоторого Времени Пленился Цветущую Катриною И избрал Ее предметом Своих Неуклюжих Ухаживаний Хотя его Любезности Чрезвычайно Походили На ласки И заботы Медведя Все же Как передавали На ухо Она отнюдь Не отвергала Его искательств Так ли И начали Но это Послужило Предупреждением Для всех Остальных Воздыхателей Поторопившихся Убраться С дороги Ибо Кто же Склонен Оспаривать Возлюбленную Каботу Крейну Приняв Внимание Все обстоятельства Человек Посильнее Его Наверное Отказался От соперничества Человек Помудрее Пришел Бы В отчаяние Но Его Характер Представлял Собой Счастливое Сочетание Мягкости И упорства И по Своей Внешности И по Своему Духу Икабот Крейн Напоминал Камышовую Трость Он был Гибок Но Крепок Хотя Он Порой Сгибался Однако Сломить Его Никто Бы Не Мог Он Склонялся Под Малейшим Нажимом Но Все же Через Какое Нибудь Мгновение Крак И Он Опять Выпрямлялся И Так же Высоко Как Раньше Поднимал Голову Вступить В Открытое Единоборство С таким Противником Как Бром Было Безумием Ибо Тот Не Принадлежал К числу Людей Допускающих Препятствия В своих Любовных Делах Но Был Пожалуй Более Пламенный И Более Страстный Поклонник Чем Сам Ахиллес И Кабот Поэтому Начал Медленное Постепенное На первый взгляд Неприметное Наступление Прикрываясь Своим Звучанием Учителя Пения Он Стал Частенько Захаживать На ферму Вантастелей Этот Предлог Потребовался Не потому Что он Опасался Докучливой Опеки Родителей Которая Так часто Бывает Камнем Преткновения На Любовной Тропе Болт Вантастил Был Снисходителен Он Любил Свою Дочь Любил Ее Даже Больше Чем Трубку И Как Подобает Рассудительному Человеку И Превосходнейшему Отцу Предоставил Ей Свободно Распоряжаться Собой Его Достойная Женушка Была По горлу Занята Домашним Хозяйством И Птичьим Двором Ибо Как Она Рассудила И Надо Признаться Весьма Мудро Утки И Гуси Сумасшедший Народ Нуждающийся В Неустанном Присмотре Тогда Как Девушки Сами В Состоянии Позаботиться О себе Вот Почему Эта Вечно Хлопочущая Хозяйка Или Носилась По Всему Двору Или Усердно Трудилась Запрялкой На одном Из концов Веранды В то время Как На другом Славный Балт-бан Тассель Дымил Своей Вечерней Трубкой Пристально Наблюдая За движениями Маленького Деревянного Воина Вооруженного Парой Шпажонок По одной В каждой Руке И Храбро Сажавшегося С ветром На башне Венчавший Собою Хлебный Амбар Айкабот Между тем Любезничал С дочерью Либо Возле Родника Под Раскидистым Вязом Либо Прогуливаясь По двору В сумерках В час Когда Все Благоприятствует Излиянием Красноречивых Влюбленных Признаюсь Мне Неизвестно Каким Собственно Способом Осаждают И как Конце Концов Завоевывают Женское Сердце Оно Для меня Всегда Оставалось Загадкой И предметом Неподдельного Восхищения Иной раз Сердце Это Имеет Какое Нибудь Уязвимое Место Иначе Говоря Как бы Входную Дверь В то Время Как Другие Сердца Ведут Тысячи Путей Так что Владеть Ими Можно С помощью Тысячи Способов Победа Над первым Величайший Триумф Ловкости И находчивости Но Высшее Доказательство Стратегического Таланта Это умение Удерживать Власть Над вторым Ибо Тут Мужчине Приходится Биться За крепость У всех Ворот И у Каждой Бойницы Человек Завоевавший Тысячу Обыкновенных Сердец Приобретает Благодаря Такому Подвигу Известную Обладание Сердцем Кокетки Тот Поистине Настоящий Герой Грозный Бром Бонс Отнюдь Не принадлежал К разряду Героев И едва Икабот Перешел Наступательным Действием Как надежды Брома Стали заметно Склоняться К закату Никто Не видел Больше Его коня В воскресные Вечера У изгороди Фермы Вантасселей Между ним И наставником Сонной Лощины Мало Помалу Возгорелась Вражда Впрочем Весьма Дикого И грубого Рыцарства Был не прочь Довести дело До открытого Столкновения И решить спор О даме Сердце В соответствии С обычаем Наиболее Прямолинейных И немудрствующих Мыслителей Я имею ввиду Странствующих Рыцарей Минувших Времен То есть Говоря попросту Поединком Однако Икабот Слишком хорошо Представил себе Соотношение сил Чтоб Пронять вызов И выйти На арену Турнира До него Что он сложит Учителя вдвое И засунет На самую Дальнюю полку В его Собственной школе Так что Икабот Принял все Необходимые Меры Чтобы Не предоставлять Удобного Случая Для исполнения Этой угрозы Его последовательное И упрямое Миролюбие Доводило Брома До бешенства У него Не оставалось Иного выбора Как обратиться К испытанному Арсеналу Деревенского Остроумия И обрушиться На своего соперника Градом Грубых Выходок И проделок Бедный Икабот Сделался Предметом Преследования Со стороны Тараватого На выдумке Бонса И его Буйной Ватаги А они Пустошали Его Некогда Мирное Царство Подкуривали Заткнув Печную трубу Его школу Пения И Несмотря На грозные Преграды В виде Ивого Прута И ставней Пробирались Ночью В школьное Помещение И наделали Тут Такого Содому Что бедняга Учитель Готов был Подумать Что у него В школе Справлялись Шабаш Колдуны И волшебники Здешних мест Но что было Досаднее всего Бром старался Использовать Любую Возможность Дабы Выставить Икабода В смешном Виде Перед Владычицей Его сердца Он обучил Своего Негодного Пса Препотешно Скулить И повизгивать И приведя Его перед Очи Катрины Заявил Что это Достойный Конкурент Особный Не хуже Последнего Посвятить Ее В тайное Распевание Псалмов Дни шли За днями А между тем В положении Соперничьих сторон Не замечалось Никакой Существенной Перемены Однажды В чудесный День Золотой осени Икабод Задумчивый И мечтательный Воседал На высоком Точно Трон Стуле С которым Обыкновенно Следил За течением Жизни Подвластному Маленькому Государству Рука его держала Линейку Этот Скиптр Деспотической Власти Глаза Правосудия Внушающая От века Ужас Всякому Лихадею Покоилась На трех Гвоздях Позади Царского Трона В то время Время Перед Ним На кафедре Можно Было Увидеть Груду Запрещенного К ношению С собой Оружия И всевозможную Контрабанду Отобранную У лодырей И шалопаев Из числа Его подданных Тут были Клопушки Волчки Огрызки Недоеденных Яблок Клетки Для мух И целые Легионы Задорных Сделанных Из бумаги Боевых Петушков Все говорило о том Что здесь Только что Произошел Грозный Акт Правосудия Школьники Деловито Уткнувшись Носами В книге И поглядывая Из-под тишка Одним глазом На неумолимого Педагога Лукаво Перешептывались Друг с другом В классе Царила особая Ни на что Непохожая Жушачья Тишина Впрочем Она была Внезапно Нарушена Появлением Негра Наряд которого Состоял Из грубой Шерстяной Куртки Таких же штанов И венчавшей Его голову Тульи От шляпы Чрезвычайно Похожей На ермолку Меркурия Восседая На спине Косматого Молодого Почти вовсе Необъезженного Коня Он управлял Им при помощи Обрывков Веревки Заменявшего Поводье Он Подъехал К школе Постучал В дверь И пригласил Экобода На праздник Или на посиделки Которые должны Были состояться В тот же вечер У Менгера Вантаселя Выполнив Свою задачу С серьезным И торжественным Видом И попытками Выражаться Изысканно И благородно Как это вообще Свойственно Неграм При исполнении Ими мелких Поручений Подобного рода Он перемахнул Через ручей И исполнив Сознание Важности И срочности Своей миссии Понесся Вверх Палащини В мгновение Ока В недавно Еще тихом И чинном Классе Поднялись Необразимые Гомоны Суета Школьники Пустились Рысью По урокам Не останавливаясь На мелочах Кто был Попроворнее И половчее Тот безнаказанно Пропускал Половину заданного Тогда как Более медлительным И тугодумным Время от времени Перепадало По мягким частям Отчего у них Прибавлялось Прыти Или появлялось Умение Выговаривать То или иное Длинное слово Книги Вместо того Чтобы выстроиться В порядке На полках Были брошены Как попало Чернильницы Перевернуты Скамейки Опрокинуты Школа затихла И опустела На целый час Раньше срока И школьники Высыпавшие наружу Точно легион Молодых Чертенят Галдели Визжали И носились По зеленому лугу Радуясь Нежданному И преждевременному Освобождению Что касается Икобода То он потратил На туалет Никак не меньше Получаса Он тщательно Вычистил Свою лучшую И поправить Сказать Единственную Основательно Порыжевшую Черную пару Снял с нее Сор и пылинки И став перед Куском Разбитого зеркала Висевшего В помещении школы Долго Приглаживал И приводил В порядок Прическу Дабы Предстать Перед своей Повелительницей В облике Самого Почти наесть Настоящего И убранстве Как моего героя Так и его Скакуна Конь На котором Воседал Икобод Был старый Разбитый Рабочий Клячий Для которой Все было В прошлом Почти все За исключением Ее Норова Она была Тощая Косматая С овечьей Шеей И головой Похожей На молоток Ее Выцветшая Грива И хвост Спутались И сбились От заседших В них Колючек Репейника Один Ее глаз Лишенный Зрачка Представлял Собою Сплошное Бельмо И имел Страшный Вид Зато другой Горел Таким Неукротимым Огнем Точно в нем Угнездился Сам дьявол Впрочем В давние дни Судя по ее имени А звалась Это Животива Порох Она отличалась Благородством И пылом Дело в том Что Порох Был когда-то Любимым Конем Желчного И раздражительного Ганса Ван Риппера В свое время Бешеного Наездника Передавшего Должно быть Частичку Своей Былой Страсти Коню Ибо Несмотря На его Дряхлый И немощный Вид Тайный Демон Сказывался В нем В гораздо Большей Степени Чем В любой Молодой Кобыле Окрестности И кабот Был вполне Подходящим Всадником Для подобного Скокуна Он держался На коротко Подобранных Стременах Так что Колени его Находились почти У самой Луки Седла Худые Острые Локти Торчали Как ножки Кузнечика Его плеть Которую Он зажал В руке Концом Вверх Походила На скипетр И когда Конь Подбрасывал На ходу Его тела Наездник Размахивал Руками Как крыльями Его Шерстяная Шапочка Была Водружена Прямо На переносицу Ибо Вместо Лба У него Была Лишь Узенькая Полоска Полость Сиртука Развивались Почти Над Самым Хвостом Его Лошади Таков Был Облик И кабота И его Скокуна В тот Момент Когда Они Выезжали За ворота Ганса Ван Риппера И надо Такого рода Картину Не часто Приходилось Видеть В преддневном Свете Как я Сказал Был чудесный День Золотой Осени Небо Было Безоблачное И прозрачно Природа Успела Облачиться В свой Роскошный Золотканый Наряд Который Мы Всегда Связываем С Представлением О богатстве И щедрости Леса Оделись Полные Достоинства Спокойной Буро-желтой Краски И только Более Хрупкие И чувствительные Деревья Тронки Пирами Заморозками Сверкали Оранжевыми Пурпурными И алыми Пятнами Высоко В небе Уже Потянулись Тонкие Цепочки Дихих Уток В березовых И ореховых Рощах Слышалась Прикличка Белок Время От времени Соседнего Жневья Доносился Задумчивый И нежный Свист Перепела Птицы Помельче Устраивали Уже Прощальное Сборище В упоении Чирикая И веселясь Они порхали С куста На куст С одного Дерева На другое Беззаботные И легкомысленные Ибо вокруг Царило Великое Изобилие И оживление Здесь был Важный Непристумный Самец Малиновки Излюбленная Добыча Юных птицелов Кричащий Пронзительным И сварелым Здесь были Черные дрозды Летавшие Темной тучей Золотокрылый Дятел С малиновым Гребешком Широким Черным Ожерельем И яростным Радостным Оперением Свиристель С красными По краям Крылышками Желтым Кончиком Хвоста И маленькой Шапочкой Из крошечных Перышек Синяя Сойка Это Шумная Щеголиха В нарядном И легком Голубоватом Ковтанчике Из-под которого Выглядывало Белоснежное Белье Она щебетала И чирикала Кивала головкой Приседала И кланялась Делая вид Что на короткой Ноге Со всеми Пивуньями Рощи Пока Икобот Медленно Трусил По дороге Его глаза Всегда широко Открытые На все Что имеет отношение К сытой И вкусной Еде С наслаждением Останавливаясь На сокровищах Выставах На показ Веселую Осенью Со всех сторон В огромном количестве Видны были Яблоки Одни еще Висели Обременительным Грузом На коренастых Деревьях Другие Были уложены В корзины И бочки Для отправки На рынок Третьи Ссыпанные В огромные Кучи Предназначались Для выделки Сидра Дальше Пошли Обширные Поля Кукурузы На каждом Стебле Из лиственного Укрытия Выглядывали Золотящиеся Початки Это зрелище Породило У него Видение Пирожных И заварных Пудингов В то же время Лежавшие Между себлями Тыквы Повернутые К солнцу Своими чудесными Округлыми Животами Заставили его Вспомнить О роскошных Тающих Во рту Пирогах Кончилась Кукуруза Пошли поля Засеянные Гречихой Откуда Несся Пряный Дух Пасеки И Поглядывая Туда Наш герой Ощутил Во рту Сладостный Вкус Румяных Оладий Которые Плавали В масле И которые Поливала Медом И патокой Нежная Маленькая Пухленькая С очаровательными Ямочками Ручка Катрины Вантасель Насыщая Своё воображение Сладостными Мыслями И сахарными Мечтами Он трусил Вдоль цепи Холмов С которых Открывается Один из самых Красивых Видов На могучие Воды Гудзона Солнце Медно Скрывалось На западе Уходящая Вдаль Зеркальная Гладь Тапанзеи Была Недвижима Разве Где-нибудь То здесь То там Лёгкая Рябь Мороздила Поверхность Вытягивая И удлиняя Синюю тень Далёкой Горы Несколько Облачков Янтарного Цвета Висели В бездонном Небе Полная Неподвижность Воздуха Удерживала Их на одном Месте Горизонт Начало Горевший Багрянцем Постепенно Меняя Окраску Приобрёл Оттенок Свойственной Золотисто-зелёной Кожицы Зрелого Яблока И наконец Стал тёмно-синим Как глубины Небесного Свода Косой луч Замешкавшийся На лесистых Гребнях Нагорей Круто Нависавших Кое-где Над рекой Оттенял Свинцовые И пурпурные Тона Скал И утёсов Высокого Берега Вдалеке Виднелась Судёнышка Медленно Спускавшаяся Вниз По течению С парусами Праздно Повисшими Вдоль мачты И так Как В неподвижной Воде Отражалось Небо Казалось Будто Судёнышка Это Парит В воздухе И Кобот Добрался До Замка В Антаселе Уже Совсем Под вечером Он Застал Здесь Гордость И цвет Всей округи Тут были Пожилые Фермеры Худые Кожи до кости Люди В домотканых Штанах И куртках В синих Носках И огромных Башмаках С великолепными Оловянными Пряжками Были и их Маленькие Сухонькие Но проворные Весёлые Жёны В плаёных Чипцах В коротких Платьях С низкою Талией В домотканых Юбках С ножницами И подушечками Для иголок С пёстрыми Сумками Из калинкора Висящими На боку Тут были Также Пышущие Здоровьем Девицы Одетые Почти Так же Как и Мамаши Если не Считать Какой-нибудь Соломенной Шляпки Лентой Или порой Белого Платья Что говорило О новшествах Занесённых Из города Но были Конечно И молодые Люди В куртках Со срезанными Под прямым углом Фалдами Эти куртки Были окрашены Рядами Огромных Ярко Начищенных Медных Пуговиц С волосами Заплетёнными По моде Того времени В косу В особенности У тех Кому удалось Раздобыть Кожу Угря Ценимую В тежних Местах В качестве Мощного Средства Способствующего Росту Волос Настоящим Героем Праздника Был Впрочем Брон Бонс Прибывший На посиделке Верхом На своём Любимом Чёрте Существе Который Подобно Своему Хозяину Было Воплощением Бешеной Силы И озорства И на котором Кроме Брома Никто Не мог Усидеть К слову Сказать Этот Малый Предпочитал Норовистых Коней Обожавших Выкидывать Неожиданные Коленца И подвергать Садника Постоянной Опасности Свернуть Себе Шею Послушную Хорошо Выезженную Лошадь Он считал Животным Недостойным Парня с Характером Тщетно Было Пытаться Обрисовать Мир Чудес Открывшись Восхищённым Взором Моего Героя Едва Только он Вошёл В роскошную Гостиную Дома Вантастелей Его восхитил Не столько Даже Выводок Пышущих Здоровьем Девиц И обворожительная Выставка Белого И Румяного Сколько Разнообразные Чары Настоящего Голландского Праздничного Стола И к тому же В изобильную Осеннюю Пору Боже мой Чего Чего Только не было Там Сколько Блюд Пирожными Всевозможных Не поддающихся Описанию Разновидностей Известных Лишь Опытным Голландским Хозяйкам Там Были Знаменитые Ореховые Пирожные Тающие Во рту Оли Коек Рассыпчатые Хрустящие Под зубами Нежные Пончики Были Кексы Из сладкого И кексы Из слоёного Теста Кексы Имбирные Кексы Медовые Вся Кексовая Порода Вообще Там Были Также Яблочные Пироги Пироги С персиками Пироги С тыквой Нарезанная Ветчина И копчёная Говядина Сверх того Чудесные Лакомства Из слёвого Варенья Персиков Груш И айвы Не говоря уж О тушёной Рыбе И жареных Цыплятах О мисках С молоком Со сливками Всё это Было Расставлено В перемешку Ну приблизительно Так Как я Описал По соседству С фамильным Чайником И спускавшим Клубы пара Посредине стола Да будет Благословенно Столь Роскошное Зрелище У меня Не хватает Ни времени Ни сил Чтобы достойным Образом Описать Это пиршество А кроме того Мне не терпится Продолжать Мою повесть К счастью Икобот Крейн В отличие От своего Историка Никуда Не спешил И мог Отдать должное Каждому Лакомству Он был Существом Добрым И признательным Сердце его Становилось Вместительнее По мере того Как чрево Наполнялось Вкусной едой Она поднимала Ему настроение Подобно тому Как у многих Оно поднимается От возлияний И так Уплетая За обе щеки Он разглядывал Своими широко Раскрытыми Глазами Все окружающее И улыбался При мысли Что в один Прекрасный день Он и Кобот Может стать Хозяином Всей Этой Невообразимой Роскоши Всех Этих Богатств Он Предавался Мечтам И представлял себе Как вскоре Он скажет Прости Старому Неприютному Школьному Зданию Как он Щелкнет пальцами Перед носом Ганса Ван Риппера Или еще Кого-нибудь Из своих Жадных Смотрящих В рот Квартирных Хозяев Как прогонит Прочь От дверей Какого-нибудь Незадачливого Странствующего Учителя Которая Которая Дерзнет Обратиться К нему Со словом Собрат Старый Валд Ван Тассель Обходил Гостей С лицом Расплывшимся От удовольствия И доброго Настроения Круглым И веселым Как полная Луна Любезности Гостеприимного Хозяина Были кратки Но выразительны И сводились К рукопожатию Похлопыванию По плечу Раскатистому Смеху И настойчивому Совету Приналечь И позаботиться О себя Но вот Звуки музыки Из общей Комнаты Послужили Приглашением К танцам А обязанности Музыканта Исполнял Старый Седовласый Негр Уже более полувека Представлявший В своем лице Бродячий Оркестр О круге Его инструмент Был так же стар И так же разбит Как он сам По большей части Он пеликал Пользуясь Двумя или тремя Струнами Но Зато Каждый взмах Смычка Сопровождал Движением Головы Наклоняясь Почти до самого Пола И отбивая Ногой Так Всякий раз Когда Танцевавшим Присоединялась Новая пара И кабот В такой же мере Гордился Умением Танцевать Как и своими Общепризнанными Перческими Талантами Ни один Мускул Ни одна его Жилка Не оставались При этом Без дела Наблюдая Его Вихляющуюся В вихре Движения Фигуру Его ноги Топочущие Из конца В конец По всей Комнате Вы могли Подумать Что перед вами Сам Святой Вид Глодосовенный Покровитель Пляски И прячущих Он приводил В восторг Многочисленных Негров Всех возрастов И размеров Сбежавшихся С фермы Из окружности Они стояли Составив Пирамиду Из блестящих Сияющих Лиц У каждого Окна И в каждой Двери И с восхищением Глазели На эту сцену Веселья Вращая белками И обнажая Ряды белых Точно Слоновые Кость Зубов И растягивая В широчайшие Улыбки рты От уха И кабот Так беспощадно Поровший Своих сорванцов Разве мог Он Испытывать Сейчас Какие-нибудь Иные чувства Кроме Подъема И радости Ведь да Моего сердца Было рядом С ним Была его Неизменную Парой В танцах В ответ На его Возлюбленные Взгляды На ее устах Появлялась Очаровательная Улыбка В то время Как Бромбонс Сгорая От любви И терзаемой Ревностью Погруженный В печальное Размышление Прятался В одном Из углов Гостиной По окончании Танцев И кабот Примкнул Кружку Мудрецов Которые Вместе С Балтом Ван Тасселем Устроившись На крыльце Курили Вели беседу О былых временах И рассказывали Длинные Предлинные Истории О войне Во времена О которых Идет речь В нашем Повествовании Эта округа Была Одним Из тех Благословенных Углов Где Кишмя Кишели Великие Люди И хроники Минувших Событий В дни войны Британские И американские Укрепленные Линии Проходили Невдалеки Отсюда Так что Область Эта сделалась Ареной Мародерства И всевозможных Бесчинств Творимых Дезертирами Ковбоями И пограничными Рыцарями Всякого рода С той поры Протекло Как раз Столько времени Сколько Необходимо Чтобы всякий Рассказчик Мог облечь Свой рассказ Соответствующей долей Вымысла И Подчеркнутых Дымкой Тумана Воспоминаниях Произвести Самого себя В герои Приписав себе Всевозможные Подвиги Здесь Можно было Услышать Историю Дофью Мартлинга Огромного Голландца С истинно-черной Бородой Полившего Земляного Бруствера Из старой Железной Истифунтовой Пушки И чуть было Не захватившего Британский Фрегат Да орудие Его Разорвало На шестом Выстреле Здесь Присутствовал Также Один пожилой Джентльмен Пусин Остается Безымянным Ибо Это слишком Богатый Мингер Чтобы Называть Его имя По такому Пустячному Поводу Который Отменно Фехтуя В сражении При Уайт Плейз Отразил Своей Короткую Шпагою Мушкетную Пулю Причем Какие уж Тут Возможные Как блеснуло Ударчившись О ФС Подтверждение Чего Он всегда Был готов Показать Эту самую Шпагу С немного Помятым ФС Здесь Присутствовали Еще Многие Совершившие На полях Битв Не менее Доблестные Деяния И каждый Из них Пребывал В глубочайшей Уверенности Что счастливый Исход войны В значительной Мере Дело Его рук Но все Это Было Ничто По сравнению С последовавшими Затем рассказами О духах Проведениях Эта местность Как я указывал Раньше Изобилует Сказочными Сокровищами Подобного Рода Ведь местные Легенды И суеверия Лучше всего Разрастаются И расцветают В таких Захолустных Давно заселенных Укромных углах И напротив Бывают Затоптаны Ногами Вечностающих И кочующих Толп Составляющих Большинство Сельского Населения Нашей страны Кроме того Наши деревни Места давно Не подходящие Для духов И призраков Уже потому Что не успеют Эти последние Погрузиться В свой первый сон И повернуться В могиле Как их Живые приятели Перекочевывать На новые места Из-за чего Духи Выйдя В ночной Обход Не находят Больше знакомых Которых Могли бы Навестить Этим Возможно И объясняется То обстоятельство Что мы Исключительно Редко Слышим О духах Где-нибудь В другом Месте Кроме Старинных Голландских Общин Однако Непосредственная Причина Мечаема В этих Местах Преобладание Сверхъестественных Рассказаний Кроется Несомненно В близости Сонной Лощины Ее Влияние Разносится Как бы Вместе с воздухом Протекающим Из этой Зачарованной Страны Он распространяет Вокруг атмосферу Грез И видений Заражающую Окрестности Насколько Обитателей Сонной Лощины Оказавшихся Среди гостей Балта Вантаселя Не замечали Они не замедлили По обыкновению Угостить Присутствующих Жутким И поврегающим В безмерное Изумление Легендами Было рассказано Немало Страшных Историй О похоронных Процессиях И душераздирающих Воплях У большого Дерева Близ которого Был схвачен Несчастный Майор Андрей И который Росло Невдалеке От фермы Вантаселя Не была Забита И женщина В белом Которую Не раз Видели В мрачном Овраге У вороньи Скалы Здесь она Когда-то Погибла В снегу И чьи Крики и стоны Доносили оттуда В зимние ночи Перед непогодой Основная масса Рассказов Была Посвящена Однако Излюбленному Призраку Сонной Лощины Всаднику Без головы Которому Полюбилось Рыскать Тут позднюю Ночью И который Как утверждали Привязывал На ночь Коня На церковном Погосте Между могилами Церковь Благодаря своему Уединенному Положению Уже давно Превратилась В излюбленное Пристанище Метущихся Духов Она Стоит На невысоком Холме Окруженном Акациями И могучими Вязами Ее опрятно Выбельные Стены Выделяясь На темном Фоне Сияют Той Скромную Чистотой Которую Заставляют Вспомнить О христианском Смирении И целомудрии Пологий Спуск Ведет От нее К серебристой Полоске Воды Окаймленной Высокими Раскидистыми Деревьями Сквозь которые Можно разглядеть Голубые Холмы Гудзона Глядя На заросший Травою Погост У церкви Где так Безмятежно Спят Солнечные Лучи Всякий Решил бы Что пред Ним Надежнейшее Убежище И что Здесь Мертвые Вовеки Пребудут В мире И тишине По одну Сторону Церкви Тянется Обширный Лесистый Овраг В глубине Его Среди Обломков Скал И повальных Бурей Деревьев Ревет И неистуствует Быстрый Поток Невдалеке Там Где поток Достигает Значительной Глубины Его берега Соединялись Когда-то Деревянным Мостом Дорога Что вела К этому Мосту Да и Самый Мост Были Скрыты В густой Тени Могучих Деревьев И даже В полдень Тут царил Полумрак Сгущавшийся Ночью В кромешную Тьму Такого Было Одно Из самых Любимых Убежищ Всадника Без головы Здесь Его встречали Особенно часто Кто-то Рассказал Историю Приключившись Со старым Упрямцем Броумвером Начисто Отрицающим Существование Духов И все же Ему пришлось Столкнуться Как-то С призрачным Всадником Возвращающимся После ночной Вылазки К себе На погост И он Вынужден Был сесть На коня За спиной Гессинца Они Помчались Не обращая Внимания На кусты И на заросли По холмам И болотам Пока не Добрались До моста И тут Красный Как гессинец Как гессинец Вросшись Каттона Слышалось Громых Громыхание Колес Некоторые Из девиц Уселись На крупы Коней Позади Своих Милах Их Веселый Смех Вместе С сокрем Копыт Отдаваясь Эхом В безмолвных Лесах Делался Все Глуши И глуши И Наконец Замолк Где-то Вдали Там Где Еще Недавно Царили Шум И веселье Стало Пустынно И тихо Медлил Один Икабот В соответствии С обычаем Местных Влюбленных Желающие Провести С богатой Наследницей Положенный Тет-отет Теперь Больше Чем Когда Быто Ни Было Он Верил В успех Что Произошло У них Во время До свидания И сказать Не берусь Мне это Неведомо Впрочем Опасаюсь Что Приключилось Неладное Во всяком Случа Пробыв У Катрины Очень недолго Он ушел От нее В полном Унынии Ах Женщины Женщины Быть Может Наша девица Позволила себе Какую-нибудь Выходку Достойную Из-за взятой Кокетки Кто знает Не притворилась Ли она Что дает Предпочтение Бедному Педагогу Для того Чтобы тем вернее Завлечь его Врага В соперника То известно Лишь небу Что до меня Я Ничего не знаю Достаточно Сказать Что Икабут Уходил Из дома Вантастелей С таким видом Точно Явился сюда Чтобы Похитить Кур Из курятника А не сердце Хорошенькой Женщины Не обращая Внимания На окружающие Богатства Которые Прежде так Часто Привлекали Его жадные Взоры Он направился Прямо В конюшню И отпустив Ни в чем Неповинному Коню Несколько Здоровенных Тумаков Из отрещин Весьма Неучтиво Заставил Его покинуть Уютное Теплое Стойло Где тот Успел Было Сладко Заснуть И увидеть Во сне Горы Дичменя Обса И долины Поросшие От края До края Клевером И Тимофеевкой Когда Икабут С тяжелым Сердцем И поникшей Душой Тронулся Наконец Домой И направил Коня Вдоль Он В таком Радостном Настроении Пересекал Едучи В гости Наступил Излюбленный Час Духов И привидений Час Столь же Мрачный Как и сам Икабут Далеко Внизу Простиралась Темная Ерван Различимая Гладь Тапанзеи Кое-где У берегов Виднились Маленькие Суденышки С высокими Мачтами Мирно Качавшиеся На якоре В мертвом Безмолвии Полуночи Ко него Доносился Даже лазь Собаки С противоположного Берега Гудзона Но звук Был так Слаб И нечеток Что порождал В нем Лишь Представление О том Как издалека С какой-нибудь Уединенной Затерянной Среди холмов Фермы Слышалось Протяжное Пение Нечаянно Проснувшегося Петуха Ну и это Казалось ему Как бы Смутным Отзвуком Нездешного Мира Он не ощущал Вокруг Никаких Признаков Жизни И меланхоличного Стрекотания Сверчка Или порою Гортанного Кваканье Жабы Исходившего Из расположенного Поблизости Болота И казалось Будто бы Она квакает И кряхтит От того Что приняла Во сне Неудобное положение И теперь Внезапно Перевернулась Над рукой Бог Все рассказы О духах И привидениях Слышанные Икабодом В течение вечера Теснились Теперь В его памяти Ночь Становилась Все темней И темней Звезды Казалось Погрузились В бездонную Глубину Неба И несущиеся В большинстве Облака Время от времени Скрывали Их из виду Икабод Никогда Еще не чувствовал Себя Таким Одиноким Таким Утрученным К тому же Он приближался К месту Где разыгралось Столько историй С участием Признаков Посреди дороги Росло Огромное Тульпанное Дерево Словно гигант Возвышающийся Над остальными Своими собратьями И служившие Местным Жителям Чем-то Вроде Дорожной Вихи Его Фантастически Искривленные Суковатые Ветви Настолько Толстые Что могли бы Сойти за ствол Дерево Средних Размеров Спускались Почти До самой Земли И затем Снова Шли Вверх Это дерево Было Связано С Трагической Историей Бедняги Андре Захваченного Здесь В плен Вследствие Чего Его повсеместно Называли Нининоч Как Деревом Майора Андре Простой Народ Взирал На него С некоторым Благоговением Смешанным С суеверным Страхом Что находит Своё объяснение С одной Стороны Сочувствия К судьбе Его несчастного Тезки А с другой В толках О странных Видениях И скорбных Спинаниях Которые Как передавали Можно было Слышать И видеть Возле Него Приближаясь К жуткому Дереву Икабот Стал Было Насвистывать И мучилось Что на его Свист Кто-то Ответил Но то Был Всего лишь Порыв Резкого Ветра Пролетевшего Среди Засовших Литвей Подъехав Ближе Он увидел Что Посреди Дерева Висит Что-то Белое Он Остановился Присмотревшись Он разглядел Что перед ним Место Куда Ударила Молния Содравшая Тут Кору Вдруг Ему Послышался Стон Зубы Его Застучали Колени Начали Выбивать Барабанную Дробь По седлу Но оказалось Что это Раскачиваемый Ветром Крупные Ветки Сталкиваются И трутся Одна О другую Он Благополучно Миновал Дерево Однако Его Постригали Другие Напасти Примерно В двухстах Ярдах От дерева Дорогу Пересекал Ручеек Исчезавший В заболочном И заросшем Овраге Известном Под именем Топи Виллея Несколько Положенных В ряд Неотесанных Бревен Таков был Мост Через этот ручей По одну Сторону Дороги Там где Ручей Сворачивал В лес Небольшая Рощица Из густоперевитых И оплетенных Диким Виноградом Дубов И каштанов Окутало Его Полумраком Тут было Темно Как в пещере Переправа По мосту Представляла Собой Серьезные Испытания Именно Здесь В этом месте Был захвачен Несчастный Андре И скрытые Чащи Этих Каштанов И дикого Винограда Прятались В засаде Нападавшие На него Дюжи И амены С той поры Считалось Что ручей Пребывает Во власти Колдовских Чар И что В зарослях Водятся Нечистые Силы Нетрудно Себе Представить Как трясся От страха Какой-нибудь Школьник Которому Случалось Проходить В одиночестве По мосту После наступления Темноты Подъезжая К ручью И кабот Почувствовал Что сердце Его бешено Заколотилось Он собрался Тем не менее С духом Наградил Свою лошадь Десятком Ударов Под ребра И попытался Вихрем Пронестись Через мост Но вместо Того Чтобы Устремиться Вперед Упрямое Животное Метнулось В сторону И уперлось В изгородь У дороги И кабот Чем дальше Затягивалась Неожиданная Задержка Тем сильнее Одолевал Его страх Силился Повернуть Коня В нужную Сторону Яростно Колотил Его Ногою По животу И дергал Поводье Все было Тщетно Конь Правда В конце концов Тронулся С места Но лишь для Того Чтобы Понести В противоположную Сторону В зароси Терновника И ольшаника Наш педагог Угощал Бедного Старого Коня Плеткою И ударами Пятки Под тощие Ребра Втягивая В воздух И фыркая Порох Помчался Вперед Но Само Моста Внезапно Остановился Едва Не перебросив Седока Через голову В это Мгновение Настороженный Слух И кабота Уловил Сбоку От моста Характерные При движении Потопки Места Глухие Хлюпающие Звуки В окутный Мраком Рощи По берегу Ручья Он заметил Высевшуюся Бесформенную Громаду Громада Не шевелилась Но казалось Что она Сжимается И съеживается Словно Гигантское Чудище Готовое Прыгнуть На путника У бедняги Учителя От страха Поднялись Волосы Что ему Делать Повернуть Назад И спасаться Бегством Слишком Поздно Да и мог Либо он Ускользнуть От поведения Или призрака Если Это И впрямь Был Тот Которому Нипочем Носиться На крыльях Летра Собрав Всю Свою Решительность Он С напускной Храбростью Волнуясь Задыхаясь Крикнул Кто Там Никто Не Отличил И кабот Повторил Свой вопрос Еще более Зволнованным Голосом И снова Не дождался Ответок Он Опять Принялся Колотить Плетку И бока Упрямого Пороха И Закрыв Глаза В пламенном Порыве Веры Спасителя Затянул Свои Псалмы Тогда Черная Тень Выселившая В нем Тревогу И ужас Пришла В движение Скарабкалась По откосу Прыгнула И в один Мик Очутилась Посреди Дороги Хотя Ночь Была Пасмурная И темная Теперь До некоторой степени Оказалось Возможным Разглядеть Очертания Ужасного Незнакомства Это был Всадник Блокатырского Сложения На столь же Могучем Черном Коне Он не проявлял Ни враждебности Ни общительности Он держался Поодаль Чуть-чуть Подвигаясь Вперед По дороге С той же стороны С которой Старый порох Преодолевший Наконец Свой страх И упрянство Был слеп И кабот Не находивший Ни малейшего Удовольствия В обществе Загадочного Полоночного Спутника Вспомнил о том Что произошло Между Бромом Бонсом И Гессинцем И погнал Коня Надеясь Оставить Неизвестного Позади Последний Однако Вел свою Лошадь Тем же Алюром Когда и кабот Натянул поводье И пустил Коня шагом Чтобы отстать То же самое Сделало Его спутник И кабот Чувствовал Что сердце Его сжимается И замирает Он пытался Затянуть Снова Псалмы Но его Сухой Воспаленный Язык Прилип К небу Ему не удалось Выдавить Из себя Ни единой Страфы В мрачном И упорном Молчании Неотступно Следовавшего За ним Ночного Наездника Было что-то Таинственное И грозное Вскоре Страшные Пречувствия Кабода Сбылись Дорога Пошла На подъем Отчего Фигура Спутника Закутанного В плач Великана Еще более Или менее Рельефно Обрисовалась На фоне Ночного Неба И Кабод Обомлел От ужаса Обнаружив Что у всадника Отсутствует Голова Охвативший Его ужас Усилился Еще больше Когда он Заметил Что голова Которая Полагается Быть на плечах Болтается У луки Седла Незнакомцы Теперь Страх И Кабода Сменился Отчаянием Он обрушил На бедного пороха Град ударов Смутно Надеясь Что внезапным Рывком Вперед Сможет Обогнать Своего Спутника Но Призрак Тоже Погнал Коня Во весь дух Сломя Голову Не разыграя Пути Куда Глаза Глядя Отнеслись Они В ночном Мраке Так что Из-под Понских Копыт Сыпались Камни И Искры Пригнувшись Своим Длинным Тощим Телом В голове Лошади Никобот Мчался Вперед И Полы Его Ветхого Сюртука Крепетали И развивались В порывах Встречного Ветхого Они Достигнули Наконец Того Места Где Дорога Сворачивает К сонной Лощине Вместо Того Чтобы Устремиться Прямо По ней Орах Свернул В Предположную Сторону И Понес Своему Голову Вниз По Дороге Уходящей Налево Эта Дорога Ведет Через Песчаный Овраг Почти На Четверть Мили Поросший Деревьями Пересекает Пресловутый Прославленный Местными Легендами Мост Именно Воприво Поднимается На Зеленые Холмы Где Стоит Белый Цель Теперь Из-за Неудержимого Страха Охватившего Коня Незадачному Нашему Всаднику Удалось Добиться Значительного Преимущества Дешней Он ухватился За луку Стремясь Удержать Седло Но ему Это не удалось Он вовремя Уцепился За шею Старого Пороха И для Этому Спасся От неминуемой Гибели Ибо В то же Мгновение Седло Свалилось На землю И он Слышал Как оно Затрещало Под копытами Несущегося В догонь У коня Он Содрогнулся При мысли О гневе И ярости Ганса Ван Ритпера Ведь это Его Праздничное Седло Но сейчас Ом было Не до того Призрак Скакал У самого Крупа Старого Пороха И будучи Недостаточно Ловким Наездником Икобот Принужден Был Тратить Немало Усилий Чтобы Удержаться На лошади Сползая То на одну То на другую Сторону И силою Ударяясь Об острое Выступу Спинного Хребта Своей Кляч Икобот Всерьез Опасался Как бы Конь Не разрезал Его пополам Просветы Между Деревьями Окрылили Его надеждою Что церковный Мост Должен быть Где-то Усовсем Близко Зыбкое Отражение Серебряной Звездочки В водах Потока Указывало Ему Что он Не ошибся Он увидел Стены Церкви Смутно Белевшие Среди Деревьев Ему вспомнилось Что тут-то И исчез Призрак С которым Состязался Бром Бонс Если я Достигну Моста Мелькнул Но в голове Я спасен В то же мгновение Он услышал Позади себя Храп И фырканье Черного скокуна Ему показалось Даже Что он Ощущает На себе Его горячее Порывистое дыхание Еще один Судорожный Удар Под ребра И старый порох Летел на мост Прогромыхал Копытами По губким Доскам Настила И достиг Противоположного Берега И кабот Решился Наконец Оглянуться И посмотреть Не превратился Или его преследовали Как ему Подобало По штату В огненную вспышку Или в клубы Серного дыма И вдруг Он увидел Что призрак Приподнимается В стременах Размахивается И о ужас Бросает В него Своей головой И кабот Попытался Увернуться От этого Жуткого Метательного Снаряда Но опоздал Голова Со страшным Треском Ударилась О его череп Потеряв сознание Он растянулся В пыли Порох Черный скакун И призрак Пронеслись Мимо него Точно На вихрь На следующее утро Старый конь Без седла С запутавшимися Под ногами Поводьями Мирно Пощипал травку У ворот Фермы Своего хозяина К завтраку И кабот Не явился Наступил час обеда И кабота Все не было Школьники Было найдено Сломанное Битая Битва Томик С псалмами Весь в так называемых Ослиных ушах То есть Загнутыми страницами И сломанный Камертон Что касается Книг И мебели Находящихся В здании школы То они Принадлежали Общине За исключением Истории Колдовства В Новой Англии Коттона Мезера Аля Монаха Новая Англия И книжки Соключающие Себе Толкование Снов И примет В этой книге Кстати сказать Лежал Большой лист Бумаги Испешленный Бесчисленными Помарками Свидетельствовавшими О бесплодных Попытках Сочинять стихи В честь Наследницы Балта Ван Тасселя Все эти Колдовские Книги И поэтические Каракули Были осуждены Гансом Ван Риппером На немедленное Сожжение Причем он Тут же решил Не посылать Больше своих детей В школу И объявил Что никогда Не ожидал Ничего путного Чтения И бумагом Оранье Что касается Денег То за день Или за два До роковой ночи Икабот Успел получить Жалование За целый квартал И в момент Исчезновения Они должны были Находиться При нем Таинственное Происшествие Породили в ближайшее Воскресенье Немало толков Среди прихожан Белой церкви Кучки Зевак и Болтунов Собирались Собирались На кладбище На мосту И в том месте Где была Найдена Шляпа И тыква Из уст в уста Передавались Истории Броувера Брома Бонса И великое множество Других В том же роде Понимательно Рассмотрев Все эти рассказы И сопоставив их С обстоятельствами Нынешнего происшествия Собеседники Покачав Глубокомысленно Головой Пришли к выводу Что икобот Унесен Конном Гессенцем Но поскольку Он был холостяк И никому Ни гроша Не должен Никто особенно Не ломал себе головы И не думал о нем Школа была Переведена На другой край Сонной лощины И новый педагог Воцарился На кафедре Икобода Один старый фермер Через несколько лет После этого происшествия Ездивший в Нью-Йорк Тот самый Который Рассказал мне Всю эту историю С привидениями Распространил известия Что икобот Крейн Жив И здоров Что он Покинул эти места Отчасти Из страха Перед призраком Игансом Ван Реппером Отчасти Из-за нанесенной Ему обиды Как-никак Он Неожиданно был Отставлен Богатой Наследницей Икобот Переселился В предположенный Конец страны Учительствовал Одновременно Изучал право Был допущен К лакватуре Стал политиком Удостоился избрания В депутаты Писал в газетах И под конец Сделался Мировым Судьей Что касается Брома Бонса То вскоре После Ичезновения Своего Незадачливого Соперника Он с триумфом Повел под венец Светущую И пышущую Здоровьем Катрину Было замечено Что всякий раз Как Рассказывалась История Кабода На его лице Появлялось Лукавое Выражение А при упоминании О тыкве Он неизменно Начинал заразить Негромко Смеяться Что и дало Основание Предполагать Вот он знает Больше Чем Говорит Деревенские Кумушки Являющиеся Как известно Наилучшими Судьями В подобных Делах Считают И по сейчас Что икабод Был унесен Изобреленной Земли Каким-то Сверхъестественным Способом Рассказывать Об этом Событие Стало Излюбленным Занятием У зимнего Камелька Мост Еще Больше Чем прежде Внушает Местным Жителям Суеверные Быть может Именно по этой Причине Дорога Черезавраг В последние Годы Оказалась Заброшенной И теперь Ездит церковь Мимо мельничного Пруда Покинутые Школьные Здания Вскоре Пришло В упадок И есть Сведения Что в нем Поселился Дух Злосчастного Педагога К крестьянскому Парню Возвращающимся С пахоты В тихие Летние Вечера Нередко Мнится Будто он Слышит Где это В отдалении Голос И будто Среди Безмятежной Тишины Сонной Лощины Разносятся Тоскливые Мелодии Псалмов Безмятежной Безмятежной